Каждый год такой половодий, обязательно где-то что-то прорывается и все на нашу улицу. С молодежной течет к нам, сверху вот у этого магнита труба, центральный водопровод лопнул, и тоже все течет именно по нашей улице. А мы последние, вот и получается, что у нас каждый год вот такая вот полеченька. Мы уже даже знаем, как нужно прорубить какие-то траншейки, чтобы вода текла. Минимум сантиметров 70 уже вот так вот вдоль гаража стоит. Осталось еще чуть-чуть. Сегодня, говорю, он около окна стоял, смотрю в окно и уйти не могу. Восьмимесячный ребенок, не бросишь. Ну все, еще полчаса и калитка уже не откроет. Уже полчаса и вон в ворота уже и все. А как машины сюда проезжают? Машины? Сейчас вот сегодня ночью вот сосед ездил. Так он тут вот потихоньку сбоку, я не знаю, ехал. А больше машин, ну вчера во сколько? Часов в 12. Какой-то молодой человек попытался проехать, не получил. А как там ехать? Там полметра уже точно воды стоит. А вот зимой такой мороз мы не можем справиться. Да мне какая-то серверка бывает. Управление советское так занимает. Очень тяжело. И заваливать, и приваливать. Одни ямы, нас, можно говорить, запаривают. Вот они хотят работать. Получка валит у всех. Все рискуют, они не каждый день рискуют. Ну мы едем, у нас это, говорят, так и так. Ну мы едем, делаем. Как-нибудь в репети, там ее забили, все. Ну ничего нету, в этом водоканале, ничего нету, абсолютно ничего нету. Так мы были, там нищие, так мы и остались. Так вроде заводы все стоят, все стоит. К нам на горячую линию поступила заявка о тече на улице Светлая. Она была обследована и поставлена в план производства работ. В течение 20-го и 21-го числа проводилась подготовка, которая включала в себя документальную проверку, подготовку необходимой запорной арматуры для того, чтобы отключить поврежденный участок для производства работ. И вопрос об отключении целого поселка в зимний период не стоял, потому что в связи с этим можно получить замерзшие, поврежденные водопроводы и так далее. 22-го числа сегодня бригада в полном составе выехала туда для устранения. Место работы уже было определено. Представители подземных коммуникаций, такие же, как водоканал, только другие связисты, газовая служба, электрическая служба города, показали, где лежат их коммуникации. И с учетом всех этих условий мы продолжали устранение. В условиях зимы это делалось сложно. Земля промерзла в настоящий момент до 80 см. Приходится ее механическим способом разрезать, удалять и впоследствии производить раскопки до уровня. Устранение последствий затопления территории, сколы льда, сейчас проводятся подрядной организацией и планируется завершить ее к концу недели. Субтитры создавал DimaTorzok